У меня несколько вопросов Первый вопрос по предпоследнему слайду Вы говорите, наблюдатель видит рождение частицы и античастицы Но еще ранее вы сказали, что больше нуля и уменьше нуля Это как будто бы параллельные вселенные, связанные горловиной То есть, может быть, в одной вселенной частица рождается, а в другой античастица Ну и, соответственно, в каждой вселенной свой наблюдатель То есть, он не видит одновременно две вселенные Вопрос правильный Вот, что такое наблюдатель Я дал определение следующее Что, предположим, что наблюдатель внешний видит все сечения Тогда у нас так Если у нас два наблюдателя, один справа, другой слева Тогда каждый видит свое То есть, надо дать определение наблюдателя Вот, я дал определение, что внешний наблюдатель видит полностью все сечение Тогда он видит две частицы и античастицы Хорошо, второй вопрос про то, что вы сказали в самом конце, что две частицы не могут сблизиться, но тогда насколько физично рассмотрение точечной частицы в виде дельта-функции? Вроде как считается, что вот как черная дыра, вот есть материя, вот она как-то коллапсирует, ну и приблизительно можно это описывать действительно, как большая масса сосредоточена в точке. А тут вроде как у вас получается, что материя не может сколлапсировать, наоборот она на маленьких расстояниях отталкивается. Ну тогда может дельта-функция никогда не образуется, вот у нас есть связь, она никогда не сколлапсирует в точку. Так, здесь я не согласен, дельта-функция это дельта-функция, то есть представлять ее как будто у нас есть распределение массы, потом мы делаем предельный переход, что масса в точку, но здесь это непонятно. То есть как образуется такая черная дыра, это получается? Это не черная дыра. Не черная, но как образуется такая метрика, это получается вопрос открытый, как может материя сколлапсировать или изначально? Ну да, это вопрос, то есть вообще может ли произойти коллапс возникает вопрос, потому что в обычном представлении масса коллапсирует, предполагается, что у нас всегда притяжение, никакого отталкивания нет. Вот здесь возникает отталкивание на малых расстояниях и возникает вопрос, а возможен ли коллапс вообще? Вот этот радиус, я хочу подчеркнуть, он на самом деле мал. Для Солнца, если масса точной частицы совпадает с массой Солнца, радиус порядка нескольких, по-моему, километров, а для Земли это где-то сантиметр. Это радиус на который? Критический, где характер меняется. А, понятно. И последний вопрос, все-таки, вот понимаю, что это тоже относится не к математике, математическое решение предъявлено, а так больше по физике или вообще. Все-таки, допустим, центром галактик считается, что находятся черные дыры, которые описываются метрикой Шварцшильда. Вы как считаете, там метрика Шварцшильда, то есть черная дыра в таком прежнем смысле, или там вот метрика, решение, которое нашли вы, то есть никакой черной дыры там нет со всеми ее эффектами, информационный парадокс и все-таки прочее? Расширение Крускола-Секереша решения Шварцшильда, оно существует. Оно описывает белую и черную дыру. Его никто не отменял. То есть черные дыры, как были в общей теории относительности, так они и есть. Ну, как математические решения. Вопрос ставится такой. А вот если есть дельта-функция, которая соответствует частице, какое решение? Ответ, другую. Без всяких черных дыр. Народ говорит, что черная дыра, но может быть и черная дыра. Ну, какое решение? А там есть ли все-таки... Я не знаю. Дельта-функция это идеализация. А? Дельта-функция это идеализация. Это идеализация, да. Поэтому рассчитывать на применение... Тут я не знаю, да. Хорошо. Надо бы взять, конечно, приближенную дочеку и посмотреть, что останется. Это легко сказать. Да, чтобы последователь не знал. Это легко сказать взять. Когда я поместил свою статью в архив, на следующий день Дейзер мне прислал письмо, что мы это все сделали в 60-е годы. Я открыл его статью, посмотрел. Они рассмотрели то же самое уравнение, размазали дельта-функцию и явно предъявили решение. Ответ. Если радиус размазки, так сказать, регуляризацию снять, у них будет пространство Минковского. У них другое решение. То есть у них размазка по-другому. То есть здесь аналитическая регуляризация, это никакой размазки здесь нет. Они размазали решение, и то решение, которое они предъявили, в пределе будет пространство Минковского. А дельта-функцию устремить к пределу, это будет получить решение устремить к пределу. Это не то же самое, что рассмотреть чистую дельта-функцию? Ну вот, может быть, можно размазать так, что получится это. Это зависит от размазки. Да, это... А у них зависит от размазки? А это не них... Они специальную размазку взяли или произвольную? Нет, конечно, специальную. Они взяли специальную размазку, но левая часть, она нелинейна, и вполне, так сказать, скорее всего, в зависимости от того, как мы размажем, будет такой ответ. То есть, может быть, ваше решение можно получить? Вы выбираете подходящую размазку? Не знаю. По поводу этой размазки, конечно, что дельта-функция, это... Понятное дело. Обобщенная функция, если рассматривать ее как предел классической функции, то вовсе не обязательно, что она в нуле должна быть равна бесконечности, как я это студентам объясняю. Если мы возьмем дельта-функцию из двух треугольников, прядь дельта-функцию из двух треугольничков, так что она в нуле будет нулю равна, то устремление, ну, обычный предел последовательности даст нам функцию, которая в нуле по-прежнему остается равной нулю, как последовательность нулей, а все остальное сжимается сюда и тоже образует точно такую же хорошую дельта-функцию. Поэтому, если отступать на шаг назад и говорить о размазке, то это не означает, что дельта-функцию надо размазывать обязательно по Гауссу, как, скажем, писал в свое время Соколов в квантовой теории Боря, ее можно размазывать разными путями, лишь бы в пределе она сохранила свое свойство. Главное свойство, единственное свойство дельта-функции, это, как обобщенные функции, это вот изыграем дельта-функции. Задачу в обобщенных функциях не поставить, потому что они не равны. В этом вся эта штука. Здесь предъявленный способ решить случай дельта-функции, оно позволило разбить в равнине начать. А в пределе переход же здесь не взялся. В этом все в чем? Я уже сказал, что описать класс решений, класс функций, в котором ищутся решения, мы не можем. Там нет умножения. Поэтому задача ставится по-другому. Давайте предъявим явное решение, и для него проверим, что для этого конкретного решения левая часть прекрасно определена. Никаких проблем нет. Это физический вопрос. Пожалуйста. Точная частица, это идеализация. Действительно, если поставить правую часть размазку, эта размазка, значит, по логике, должна быть не стационарной, как Вы называете. А что было с той статьей, которую Вам прислали? Там не стационарная была размазка? Стационарная задача. Да. Нет, и здесь стационарная размазка. То есть мы ищем решение. Поскольку Вы самосогласованы на уравнение, то есть Вы решаете, что естественно, размазку все-таки не стационарной, окажется. Это не естественно. У меня статическая система уравнений, трехмерная дельта-функция. Мы ее размазываем. То есть параметр размазки просто, что это некоторый параметр, который ко времени не имеет отношения. Нет, нет, Андрей прав. Это очень естественно. Приколы все пыли. Есть известные решения другими Роснайдера. Приколы все пыли возникают что-то вроде же... Игорь Васильевич, это другая задача. Если мы... Приколы все пыли. А? Собственно, вы видите, естественно. Коллапс приводит как раз еще... Что такая... Так. Это другая задача. Если мы рассматриваем коллапс материи, то это другая. Известно точно решение. А я говорю о размазке дельта-функции. В данной статической системе уравнений размазка это параметр. Правильно. Мы закрываем глаза на время. Да. Практично. Поэтому если еще не... Мы не закрываем глаза, мы решаем ту задачу, которая поставлена. Вот. Поставлена задача статическая. И мы ее решаем. Теперь другой вопрос. Возможен ли коллапс? Для этого мы должны поставить задачу, которая будет зависеть от времени. Задать начальное распределение материи и посмотреть, что будет. Там тоже материя, в принципе, может собраться в дельта-функцию, но это другая задача. Другая задача, но она была поставлена и решена. Важается, при дельта-функция. Ну, как решена. Что будет решена статическую, а динамическую решение на передвижение. Да. Это для были только. Там есть обращение. Да. Для пыли решена. Ну и что? Я не говорю, что это решение плохое. Все решения, которые были, они есть. То есть я не выкидываю ничего. Я просто отвечаю на следующий вопрос. Есть точечная частица. И вопрос классический, который стоял в 60 лет. 70 в общем теории относительности. Какова метрика вокруг этой точечной частицы? Ответ. Вот она. То есть для точек. Вот это метрика вокруг точечной частицы. Я хотел ответить только на этот вопрос. Вопрос о коллапсе материи. Это другой вопрос. Я надеюсь, что надо разбираться.